В порядке трех соцспортсменов собрались в Бресте, чтобы попробовать свои силы в боевом искусстве Тайквондо. Открытое первенство, отличный старт, серьезная разминка перед испытаниями, которые предстоят ребятам, подающим большие надежды в спорте. Уникальным шансом поспешили воспользоваться спортсмены из разных уголков Беларуси. Эти соревнования в первую очередь должны сплотить работу тренеров, показать родителям, что такое себя представляет детский спорт Республики Беларусь, а именно Тайквондо. Ну и на будущее тренера, чтобы сделали заметки для себя, на чем можно работать и двигаться вперед, потому что этот турнир, он не отборочный, ничего, это, грубо говоря, детский праздник. Среди участников будущие чемпионы по Тайквондо. Тренировка для каждого спортсмена – возможность поработать над техникой и выполнением ударов, провести анализ боев по итогам поединков. Эти юноши и девушки только в начале своего пути. От того, насколько усердно они будут тренироваться в этом возрасте, зависит спортивная судьба ребят. В таком виде боевых искусств, как Тайквондо, успех зависит от нескольких факторов – скорости, ловкости, силы и, конечно, физических возможностей. Работать в каждом из направлений – задача номер один для молодых бойцов. Я его выбрала, потому что у меня самооборона. Буду сам, смогу сам себя защищать. Вот, чтобы в жизни пригодится. Открытое первенство по Тайквондо послужило отличной тренировкой для всех участников. Успехи, равно как и поражение, на нынешних состязаниях стали стимулом для работы над собой. Победителями соревнований в общекомандном зачете оказалась сборная команда Брестской области. Областная организация «Динамо» проводит эти соревнования в канун праздника образования общества. Хотелось бы в этот день поздравить от лица президиума областной организации «Динамо» всех сотрудников наших правоохранительных ведомств, членов Брестской области «Динамо». Весь состав общества «Динамо» – это тренерский состав, это работники, которые работают и которых не видно, но которые находятся в стенах «Динамо» и помогают нашим тренерам работать, добиваться хороших результатов. Хотелось бы поздравить наших спортсменов, наших деток, ну а самое главное – поздравить тех спортсменов, тех «Динамо» спортсменов, которые буквально через 100 дней будут защищать честь нашей Родины на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.